Всем доброе утро! Вот так смотрится мой хостел R&B&B. Сегодня прохладно. Где-то, наверное, градусов 18-15. Вот так. А я тут, видишь, что я одену в курточке. Мои вещи некоторые высохли, некоторые нет. Например, ботинки нет. Единей нет. Положим полиэтиленчик. И я еду опять на работу. Второй день у меня рабочий и птичка. И посмотрим, сколько я смогу сделать в машин. И завтра будет окончательный вердикт моего остановки на работе или нет. Все. Смотрим дальше. Покажу, как сегодня пройдет рабочий день. Это, кстати, черные кварталы. Одно из самых дешевых жилья, которое здесь есть, это тут. Ну, в смысле, в Майами. Считается, что здесь можно приобрести 40-50 тысяч дом. Ну, также из-за стопа ближе. Хоть, например, до Майами-бич, до пляжа. О, Белка. Совсем ничего. Где-то примерно 15 километров. То есть живешь от 15 километров от моря. Вроде же круто, правильно? Ну, в черных кварталах. И вот такие они, черные. Вот видите, припарковаться везде можно. Может, конечно, могут вызвать полицию. Ну, около больших супермаркетах есть свободные парковки. Где можно стоять. Поэтому можно не париться по поводу того, что я сижу в машине. Сегодня моя задача – это вытирать тачки. Просто их вытирать, потому что вчера шел дождь. И сегодня приехал фотограф, который будет их фотографировать для сайта. Возможно, край глист, который самый популярный в Америке. Вот. Не успел сегодня позавтракать. Спал я в костеле. Тачки должны, в принципе, чистые. Быстрая работа, как мы сказали. То есть иногда ты что-то долго ковыряешься, делаешь, моешь. А здесь ты просто вытерешь. Главное – не забыть их записать, что ты это сделал. Вот. Вот этот ряд машин мне надо очистить. Точнее вытереть. Посмотреть, чтобы они блестели. Были хорошие состояния. Да и все. Работа закончена. Можно приступать будет в следующий. Вот так, ребят. После того, как я помыл машину, я записываю, что я с ней сделал. Что за модель. Вот смотрим, что за модель у нее. Четыре мать, это у нас. Е350. И пишем Е350. Все, заполнил. Машина эта очищена, а эта пойдет ко мне. Это мой лист Максим Витковский. Я не могу высушить свои шмотки после вчерашней непогоды. Некоторые пришлось стирать. Они тоже вчера в хостеле не высохли. Еще какой-то чувак в хостеле включил вентиляторы. Ну, что, блядь. Ну, я не замерз, но, по крайней мере, какой-то дебил. Вечно попадаются мне какие-то в хостелах дебилы, которые то кондиционеры вырубают, то вентиляторы. Блядь, людей просто иногда не понять. И сам накрытый под одеялом. Нахер-то надо. Ну, зато как-то правильно было на него. Вот. Так что вот сухонтные вещи. Я прям, правда, как бомж майамский. Чувак, чем аж... Те машины, которые я мыл, все фотографируют их. В итоге я помыл сегодня 8 машин. Но я так понимаю, что они, наверное, пойдут как-то по другой цене. Не по 10 долларов. У нас пока работы нету. Стоим. И сейчас всего лишь 10.50. Погода прекрасная. Я уже разделся, уже в шортах. Солнце. Это автострада идет рядом. Она проходит через весь город. Поэтому можно добраться до конца, до другого конца. В оплатной дороге очень быстро. И пониже, получается, ты можешь ехать в другой город, в другой штат. То есть и 95 трасса. Вот такая здесь охрана. Ездит негр с пистолетом. На таком гольф-мобиле. Приехал подогреть себе еду. Короче, мне сказали ехать на... На Ниньо. На Ниньо это типа мой босс. Это где-то по 15 километров отсюда. Сказали, вот бумажка. За два дня я помыл 15 машин. Вот такая она. Значит, я почти досушил палатку. И вообще вещи мои почти уже все высыпли. И якобы с этой бумажкой не должны дать денег. Нужно было бы еще приписать какую-нибудь тачку. И у меня такое подозрение, что мне скажут, наверное, что чувак, наверное, спасибо, работать не надо. Ну, может быть, конечно, и нет. Ну, на хера сегодня ехать. Ну, с другой стороны, сегодня день зарплаты. Так что надежда есть, что мне дадут денег. Если мне нужно 150 баксов, будет ву-ву-ву, как хорошо. Я, по крайней мере, уже окуплю свои затраты, которые я уже потратил здесь. И это здорово. Все. Я надеюсь, следующее мое видео будет положительное, а не отрицательное. Такой кафешечке. Checkers. Я купил за 2 доллара вот такую фигню. Это немного чипс, картошки и курицы. Мне дали 3 соуса. Обычно дают 1. Блин, непонятно, что они там говорили мне. Короче, я просто кивал, улыбался. Когда я не знаю, что они мне отвечают, я просто говорю, да, 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 ес, ес, ес. Вот мой босс на легчестве. Такой толпячок. Что я хотел сказать, что негры очень многие носят станы, которые, правда, чуть ли не падают. Как они столько не падают, они реально. Вот я жду сейчас оплаты. Что, что они должны сейчас мне дать денег. Я в банке. Мне должны сейчас выдать зарплату. Черт возьми, мне заплатили первые бабки. Я вам сейчас покажу. Я заработал за 3 дня. За 3 дня. Значит, 2 дня я мыл в салонах. Я себе купил небольшой кошелек за 1 доллар. Для того, чтобы было проще носить какие-то мелкие суммы. И по кошельку не так было видно, что его надо воровать. Сейчас сходите. Матка, первые бабки. 102 доллара. Я заработал 102 доллара. Блин, за 3 дня. По американским меркам это очень мало. На самом деле. А, жесть. Это первые 102 доллара. Мы даже ездили в банк снять этих 100 баксов. Чувак меня подвез. Значит, какая суть. То, что я отмыл эти салоны машины, мне все же заплатили 40 баксов. А за 2 дня, что я отмыл машины. Вот, например, сегодня я просто вытирал их. Да, вы это увидели уже раньше. Мне все же заплатили за 1 машину 2 доллара. Полная мойка машины стоит 10 баксов. За вчерашний день я, получается, заплатил... За позавчерашний день я помыл всего лишь 4 машины. Когда первый был рабочий день. Это все же 40 баксов. То есть, это ничто. За сегодня, по идее, я только заработал. Меня сорвали почему-то. То есть, по идее, могли заплатить мне вечером, чувак. Я всего лишь заработал 12... 22 доллара. Это, опять же, вообще ни о чем. И вот сейчас такой момент. Если завтра я останавливаюсь, опять же, иду на работу. Непонятно, где с ней буду ночевать. Могу там напроситься. Но сегодня погода нормальная. Вещи высушил, можно ночевать. Даже и в кемпинге, опять же, нелегально. Значит, я могу поехать завтра, попробовать что-то поработать. Посмотреть, сколько за завтра я смогу помыть машину. Но если я захочу, чтобы уйти, то, скорее всего, мне могут или вообще не заплатить, или заплатить, но только аж, наверное, 15 числа. Поэтому есть какие-то вопросы и риски. Как порекомендовал мне один русский, надо ехать, надо ехать искать другое Майами. Это называется Гавана. То есть тут в основном живут испаноговорящие или бывшие кубинцы. Поэтому здесь много денег не заработаешь. Типа надо двигать на север, где ближе к русским. Но туда ехать 20-25 километров. Ну, возможно, я туда сейчас и поеду. Не знаю. Хочу себя порадовать супом. Я нашел здесь китайскую еду. Правда, китайская еда обычно невкусная. Но сказали, что она недорогая. 4 бакса, поэтому у меня есть 100 бакса. Я могу гулять, накупить супа. Не, на самом деле, я за эти дни потратил... Я три раза ночевал в посталах в 2 по 15 долларах, в одном за 20. Поэтому 50 долларов, там 52, я все же потратил. Я купил коврик, это еще с газом. Коврик и газ. Это еще 45 долларов. Получается, что сотку я уже выкинул, и я их заработал. Это не считается, что на еду. То есть, на еду я еще потратил долларов 30-40. Не, наверное, долларов... Нет, врух. Долларов 15. То есть, по факту, я еще пока в минусах иду, учитывая, что у меня нет жилья. А жилье мне сказали, если только найти северного яма. Еще многие не хотят меня брать на работу. Могут не брать на работу. Так как у меня нет жилья, и я могу через пару дней... Так вот, так как нет у меня жилья, я могу через пару дней якобы слиться, далеко добираться. Это неудобно. На самом деле, без транспорта, просто на велосипеде, это большие расстояния. Вроде бы, что такое 20 километров? Все же час езды. Ну, куда-то еще можешь там немножко заплутать. У меня сегодня тоже было, я свернул не туда. Вроде бы, в голове маршрут проложил, а казалось бы, какая-то. И по итогу получается, что 20 километров это час. Значит, на час раньше надо вставать. А это неудобно, ты не высыпаешься. Хоть, в принципе, вот на эту мойку я могу не приезжать так рано. То есть, это от количества помытых машин. Я могу приехать раньше, взять машины, помыть их. Могу приехать позже. И меньше просто количества машин помыть. Вот, сейчас я отключаю в чай на фуд. По крайней мере, я пойду посмотрю еду, что там есть. И, я не знаю, может, заеду к девчонкам в гости. Вообще, надо что-то думать, решать. Бля, ничего не понятно. Завтра последний день, когда я могу поработать у чуваков на мойке, а потом я могу на неделю пойти волонтером за еду и за жилье. Но денег я не заработаю. Или же я могу, в принципе, если повезет, вот завтра определить это тем, что я вымою, например, там 6-7 машин, я заработаю 70 баксов. Но, опять же, это маленький тариф. Бля, надо 80-90 долларов в день. Все же, видишь, у этих не заработаешь денег. Ладно, короче, пойду есть суп. Другой ресторанчик. Я заказал суп, чикен суп. Он стоит 3 доллара, а в итоге я платить буду, заплатил за него 3,65. Поэтому мутно и непонятно почему. То есть на 75 центов я заплатил больше. Я сижу, ожидаю своего супа. Мне дали еще какую-то фигню. Может, надо суп кидать. Ну что, размышляю я. Получается, что, конечно, у них очень малая зарплата будет. Они просто могут сливать самую пленную работу. Ну, как по 2 доллара сегодня, да. Я заработал 22 доллара, по-моему, всего лишь за 3 часа машины. Вроде бы, ну, 22 доллара за 3 часа – это неплохо. Но по 10 баксов этих машин я не вымыл. А чуваки за меня мыли. Вместо того, чтобы я мыл более дорогие, мыл я дешевые. Точнее, не дешевые, но дешевую работу делал. И чуваки просто слили на меня работу. Типа, фаст быстро может делать, но... Опять же, мне надо выйти на 100 долларов, а не на 50 долларов или 40. Мой суп за 3,5 доллара. Мизочка небольшая. По сравнению с моей рукой, да? Ну, на один раз. Ну, супа было, в принципе, с большего нормально. Там был рис, курица и водичка, что очень важно. Сейчас надо зайти в 1 доллар, попробовать поискать порошка в небольшом порции. И попробовать вообще постирать свои шмотки. А то некоторые пахнут уже... Ну, не из-за того, что я как бомж, но хоть это очень похоже здесь. У нас все бомжи ездят на велосипедах со шмотками. Так что я чем-то похож на бомжа. Уровень сюда. Вот. Надо постирать смысл, потому что вчера какие-то были вещи сырые. Ну, и как-то так уже сам таскаешь их. Некоторые стираешь руками, и не всегда можно потом высушить их. Поэтому они так немножко подпахивают невысушенными вещами. Или полежавшими в сырости. Блесенья. Вот. Ну, и как раз я разберусь принцип. У меня есть некоторая мелочь. И я это сейчас сделаю. И вообще хотелось бы покупаться. Ну, я не знаю. 11 километров до Майами. Бить. А с другой стороны, я даже не знаю, где я буду еще спать. Так что тоже есть вопрос. О, пойду халявного копию. Кофе выпьем. Мое капучино в автомате. Кстати, кубинцы пьют маленькими мензурочками. Я же показывал, да, уже в видео. Очень крепкий сладкий кофе. А американцы пьют разбавяженный непонятный кофе. Ну, а кофе-автомат с большего нормального. Ну, да, 100 баксов заработанных. Сейчас буду искать ночлег. Ну, и что-то еще. Всем привет, ребята, с Майами. Пью я кофе с автомата. Постаю, сижу, точнее я, на лавочке. И передаю вам всем привет. Уху, с Майами. Сегодня солнце. Пальмы. Уху. Жизнь прекрасна. Только я не знаю, где сегодня спать. Я из Висконсина. Майами. Я из Висконсина не знаю. Ха-ха. Почему? Почему не хорошо? Пальмы. Пальмы. Я уже платил тебе 7 долларов, 6 долларов, это не очень хорошо. А где ты? Я из Пурика. Я родился здесь. А почему ты здесь? Я родился здесь в Вискансии. Я приехал в Майами, но я хотела видеть Майами. Но реально Майами не работает. Спасибо, чувак. Это не мой меч. Это не мой меч. Это хорошая меча. Да. Рисы. Вы платите за рисы и выдают. Да, это круто. Но это не доступно. И как день ты здесь? Какие годы? Какие годы? Какие годы? Какие годы? Я живу здесь 4 года. У меня нет хорошего испытания. Нет, нет. Это лучший. Висконсин, Нью-Йорк. Это лучший. Нью-Йорк. 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 А может Лос-Анджелес. Это нормально. Да. Кали-Иорк. 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 И, конечно же. Мы здесь, конечно же. Какие люди тоже. Мы здесь, это друг, брат. Я говорю, есть кто здесь? Может? Может, да. Какие-то? О, спасибо, чувак. Это очень крутой чувак. Они мой друзь, Розен, Моро-Рико. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Продают кредитные карты по 1 доллару. такие здесь тараканы тоже водятся жарко плохо видно но мы находимся опять на майами бич вы должны слышать шум прибоя да здесь майами бич а вот это небольшая буточка которую вы ели видите это охрана ну спасатель я думаю переночевать под ней повесить там гамаки и поспать вроде так некоторые люди делали и я попробую сделать то же самое ну что она очень веселая значит я устроился на пляже под будкой спасателей приехали полицейские на квадре как сказали ты здесь не можешь находиться а еще перед этим пришел какой-то чувак я как раз так спал уже глубоко видно наверное уже какой-то был сон но в итоге пришел какой-то чувак в итоге меня прогнали и вот на данный момент нашел вот такое себе место квадратик решил поспать здесь мне сегодня никто не ответил я писал своему хосту у которого должен волонтерить мы договорились 1 февраля к нему приезжая остается два дня ну может завтра ответить и еще один человек тоже ничего не ответил до парка где я ночевал вчера далеко но я возможно вернусь туда завтра точнее это уже сегодня потому что как раз я буду искать работу там все же решил что больше на работу выходить не буду все-таки оплачивается очень мало 50 60 долларов в день это просто не о чем для америки вот все ладно пытаюсь уснуть с утра покажу как дальше хорошо